Моя Нана Организме, выражаясь образно, камня на камне не было, восстал язык на язык, царство на царство. В моей отчаянной душе раскалялась и бурлила наиотчаянейшая любовь. Любовь была жгучая, острая, дух захватывающая, первая одним словом. Влюбился я в высокую статную барыньку лет двадцати трех с глупеньким, но хорошеньким личиком с чудными ямочками на щеках. Влюбился я и в эти ямочки, и в белокурые волосы, которые кудряшками падали на красивые плечи из-под широкополой соломенной шляпки. Ах, одним словом! Воротясь с круга, я повалился на свое ложе и застонал, как пришибленный. Через час я сидел за столом и, дрожа всем телом, изморав целую десять бумаги, сочинял письмо следующего содержания. Валерия Андреевна, я знаком с вами очень мало, почти незнаком, но это не может послужить мне препятствием на пути к достижению намеченных мною целей. Минуя громкие фразы, я прямо приступаю к цели. Я люблю вас. Да, я люблю вас и люблю больше жизни. Это не гипербола. Я честен, тружусь. Следует длиннейшее описание моих доблестей. Жизнь моя мне недорога. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через год. Не все ли равно? На моем столе, в двух футах от моей груди, лежит револьвер. Пост-криптум. Сжальтесь. Запечатав это письмо, я положил перед собой на стол револьвер для фантазии больше, чем для самоубийства, и пошел между дач искать почтового ящика. Ящик был найден, и письмо опущено. Вот что произошло, как рассказывала мне потом Палаша с моим письмом. На другой день утром, часов в одиннадцать, Палаша после прихода почтальона положила мое письмо на серебряный поднос и понесла его в спальную у хозяйки. Валерия Андреевна лежала под воздушным шелковым одеялом и лениво подтягивалась. Она только что проснулась и выкуривала первую папироску. Палаша распечатала мое письмо и принялась за чтение. Чем больше углублялась она в чтение моего сочинения, тем круглее и шире делались глаза ее госпожи. Когда она дочитала до револьвера, Валерия Андреевна раскрыла рот и с ужасом поглядела на Палашу. «Что это значит?» – спросила она, недоумевая. Палаша прочла еще раз. Валерия Андреевна замигала глазками. «Кто же это?» «Кто он?» «Ну, зачем он так пишет?» – заговорила она плаксиво. «Кто он?» Палаша припомнила и описала меня. «Ах, да зачем он это пишет? Ну, разве так можно? Что я могу сделать? Не могу же я, Палаша? Он богат, что ли?» Палаша, которой я отдавал на чай почти все свои дивиденды, подумала и сказала, что я, вероятно, богат. «Не могу же я. Сегодня вот у меня Алексей Матвеевич будет. Завтра барон. В четверг ромб будет. Когда же я могу его принять? Днем разве?» «Григорий Григорьевич обещались у вас быть нынче днем. Ну, вот видишь, разве я могу? Ну, скажи ему. Пусть, пусть хоть чай придет сегодня пить. Больше я не могу». Валерия Андреевна готова была заплакать. Первый раз в жизни она узнала, что за штука револьвер и узнала из моего сочинения. Вечером я был у нее и пил чай. Выпил четыре стакана, хоть и страдал. На мое счастье был дождь и не приехал к Валерии ее Алексей Матвеевич. В конце концов, я ликовал.